Праздник в городском парке культуры и отдыха начался с семейного чемпионата «Неспешный». Название говорит за себя. У четырех команд есть все время фестиваля, чтобы собрать и раскрасить свои домики из дерева. Так в команде Воробьевых, где мама, папа и дочка, обязанности четко распределены. Мы решили отдать саму конструкцию ему, а с дочкой раскрашивать уже окна, перекрытия. И еще мы поняли, что это действительно очень неспешно и додолго. Мы даже немножко удивились, что это такое фундаментальное, причем прямо дерево, не фанерка. На фестивале креативных индустрий представили 16 площадок, на которых тамбовчане смогли получше познакомиться с уже привычными вещами. Конечно же, очень интересно иметь по-другой какие-то современные гаджеты, которые помогут наши таланты раскрыться. И сейчас вот в данном случае документ-камера у нас с вами – это и сканер, и видеокамера, все в одном. Мы прикладываем книгу, раскрываем любой документ, сканируем и получаем цифровой формат. А если вы хотите провести мастер-класс, ну, допустим, какого-то ювелирного, у нас тут недалеко ювелиры есть, мы можем показать и крупным планом на большом экране это высветится. Или, например, площадка одной из тамбовских фабрик по пошиву обуви. Фабрику существует с 60-х годов прошлого века, и до сих пор каждая пара на ней делается вручную. На фестивале «Арт-волки» специалисты решили заявить о себе и новых веянях в производстве. Эта вот модель выпускалась сначала в черном цвете. У меня есть подруга, которая очень любит красный яркий цвет. Я решила внести в макосины, в лоферы, соответственно, красный цвет, и чтобы подруга моя была всегда яркой, красивой, стильной женщиной. Эту модель на фабрике мы разрабатывали под моего ребенка. Сейчас, в период школ, мы все задумываемся о том, чтобы ноге было комфортно. И, соответственно, я исходила из потребности то, что должен чувствовать мой ребенок. На протяжении двух дней гости фестиваля наслаждались картинами тамбовских художников, принимали участие в работе интерактивных площадок и радовались концерту от местных артистов. Полина Болтова, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей.